Исторические центры Праги объявлены зоной свободной от рекламы. Городской совет чешской столицы принял закон, регулирующий установку баннеров и оформление витрин. По мнению властей, памятники и исторические центры не должны соседствовать с объявлениями о скидках и распродажах. Якобы так Прага теряет свою культуру и красоту. Как восприняли новый закон сами чехи, пока не ясно, а вот владельцы крупных бутиков и рекламных агентств категорически не согласны с нововведением. Обе стороны выслушала наш корреспондент Надежда Дрейгал. Компанию по наведению культурного порядка в столице власти назвали борьбой с визуальным смогом. Перед принятием поправок, по словам градоначальников, они тщательно изучили вопросы рекламного рынка в регионе и с уверенностью заявили, сдержанное оформление магазинов в центре Праги не принесет их владельцам убытков. В доказательство чиновники представили соцопрос, проведенный в интернете со случайными чехами. По данным теста, 70% жителей столицы согласились с тем, что пестрые баннеры раздражают и отвлекают внимание от памятников и храмов. Запрет не касается всей рекламной политики в целом, просто во всем должно быть чувство меры. Вы же не станете вывешивать на входе в храм рекламу газированного напитка только потому, что туда ходит много людей. Почему же памятники должны тесниться с баннерами о скидках на джинсы и платья? Центр Праги – это культурный уголок Чехии, и это надо ценить. Изменения коснутся лишь тех зданий, которые входят в центральную часть Праги. Именно здесь расположены и крупнейшие храмы, музеи и памятники столицы. Среди конкретных правил запрет заклеивать больше одной пятой части витрины рекламы или использовать светящиеся надписи из категории «Открыто» и «Добро пожаловать». Также с фасадов должны исчезнуть объемные куклы, скульптуры из пластмассы и матрешки, нависающие над улицами. Владельцы магазинов не в восторге от новых правил. Во всем мире витрины, креативная реклама – это особая культура и такая же достопримечательность города. Не думаю, что торговые точки понесут из-за этого большие убытки, но могу с уверенностью сказать, что яркости и модерна в центре станет меньше. С новыми правилами напрямую компании столкнутся уже в ближайшее время при продлении договора аренды. Тех, кто не согласится соблюдать ограничения, власти предупредили о том, что оставляют за собой право разорвать контракт в одностороннем порядке, предложив коммерсантам поискать для банеров и рекламы новое место за границами Праги. В городском совете не скрывают, что запрет строгий, однако культурное наследие Праги того стоит. Правила коснутся 25% зданий в историческом центре. Первые проверки магазинов и торговых точек на соответствие новой рекламной политике начнутся уже 2 января. Надежда Дрегов, Дмитрий Лукша и Вадим Чех. Хабар 24, Прага, Чехия.